Приговор за лайк. Пока еще в широкую юридическую практику, конечно, эмодзи нельзя применять, потому что даже в бытовом общении нет однозначного толкования. Но в данном случае это было именно использовано как выражение согласия, потому что, как следует из этого решения, контрагент направил условия договора, которые являются существенными, детальному описанию. Рак все моложе и моложе. Причинами развития онкологических заболеваний, на самом деле, их очень много, этих факторов. Но есть основные триггеры, основные факторы риска, которые провоцируют и вероятность заболеть онкологическим заболеванием выше. Такие, так, потребление алкоголя, курение, отсутствие физической нагрузки и неправильный образ жизни. В принципе, это основные маркеры возникновения онкологических заболеваний. Съезд иностранных студентов в Казанском университете. Когда улетают птицы. Всем привет. В эфире универ-ньюса в студии Камиля Глякберва. В музее истории Казанского федерального университета прошло вручение дипломов кандидатам и докторам наук при участии президента Российского университета дружбы народов и председателя высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации Владимира Филиппова. Также на открытии заседания присутствовал ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. В результате долгой и упорной работы над защитой своих проектов каждый присутствующий был лично награжден документом, подтверждающим его квалификацию. Кандидата или доктора наук. Президент Российского университета дружбы народов, председатель высшей ассоциационной комиссии Владимир Михайлович Григорьевич, и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин получает диплом доктора энергинических наук, Харикова Федерия Дамировна, и доцент картохимического образования, химического института, и ректор Казанского федерального университета. АПЛОДИСМЕНТЫ Переписка в текстовой форме, например, в мессенджерах, уже давно стала средством определения обстоятельств в суде. Недавно этот процесс вышел на новый уровень. 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который расценил Эмодзе большой палец вверх в переписке в качестве подтверждения равносильного подписи под ДОП-соглашением. В марте 2022 года между двумя предпринимателями был заключен договор к углепродаже на поставку мобильного торгового киоска в виде ретро-фургона. В переписке в одном из мессенджеров сторонами были оговорены цвет и его размеры. На одной из таких сообщений была поставлена реакция в виде лайка. Большого пальца вверх. В итоге товар не был доставлен в срок, из-за чего заказчица направила претензию в суд. Исполнитель же, в свою очередь, подал на апелляцию. Однако суд постановил, что Эмодзе, отправленный заказчице в качестве реакции на сообщение, был равносилен подписи под ДОП-соглашением. Пока еще в широкую юридическую практику, конечно, Эмодзе нельзя применять, потому что даже в бытовом общении нет однозначного толкования. Но в данном случае это было именно использовано как выражение согласия. Потому что, как следует из этого решения, контрагент направил условия договора, которые являются существенными, с детальным описанием. Схожее решение было принято судом канадской провинции Саксачеван еще в июне. В 2021 году поставщик переслал фотографии контракта на поставку персонального защитного оборудования, попросив покупателя подтвердить сделку, на что была получена реакция в виде стикера. В итоге покупатель, не получив установленный срок товара, обратился в суд, где было также оговорено, что Эмодзе является законным завершением контракта. В настоящее время, может быть, это начало формирования новой юридической практики, так называемая обычая оборота. Когда правила поведения из нашей обычной социальной жизни переходит в предпринимательскую деятельность. В общем-то, это широко применяется. Допустим, заключается договор заказа или оказание услуг. Сейчас ведь очень широко развивается то, что условия согласуются по телефону. Признание возможности заключения договора с использованием стандартизированных изображений Эмодзи – это вопрос времени. Кейсов о стикерах в качестве выражения воли одной из сторон в России ранее не возникало. По крайней мере, в той практике, которая доступна широкому пользователю. Но со временем, при соблюдении условий, предусмотренных законом, это все же может стать одним из способов согласия при заключении договора. Кристина Отекина, Фарид Захидаглы, Универньюз. Ученые проанализировали новые случаи 29 типов рака у людей на разных континентах за последние 30 лет. Возраст участников составил от 14 до 49 лет. За последнее время число случаев возникновения онкологии в возрасте до 50 лет выросло по всему миру. Поэтому ученые стремились оценить реальные показатели и тенденции в будущем. О том, правда ли болезнь молодеет, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Рак или карциомы – злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальных клеток различных органов и систем. Раковые клетки отличаются способностью к неконтролируемому росту, размножению, проникновению в окружающие ткани с формированием метастазов. Стоит отметить, что смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в мире, уступая лишь патологиям сердечно-сосудистой системы. Слово «рак» – это достаточно узкое, и это онкологические заболевания. Но онкологические заболевания на сегодняшний день занимают второе место по причине смертности и в Республике Тарстан, и в Российской Федерации. На первом месте это болезни системы кровообращения, второе место – это онкологические заболевания. Согласно данным нового исследования, охватывающего 204 страны и региона, число случаев рака в возрасте от 14 до 49 лет резко выросло за последние 30 лет. А к 2030 году число новых диагнозов вырастет еще на 31%. Анализ показал, что в 2019 году число новых диагнозов у людей моложе 50 лет составило 3,26 миллиона. Это на 79% выше показателей 1990 года. За этот же период уровень смертности вырос на 27,7%. Однако стоит отметить, что повода для паники нет. Основаниями для подобной статистики стали новые технологические прорывы в области медицины, которые позволяют выявлять онкологические заболевания на более ранних этапах в более раннем возрасте соответственно. Однозначно ответ на этот вопрос нет. И сказать со 100% уверенностью, что рак молодеет, достаточно сложно. Здесь много-много разных факторов, которые играют в этом. Основным является, наверное, это более на сегодняшний день раннее выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях соответственно у более молодых пациентов ввиду как раз-таки развития различных направлений и генетики, и появление более серьезного медицинского оборудования, которое позволяет на ранних формах, на ранних стадиях и даже еще до формирования онкологического заболевания выявить образования, которые в дальнейшем могут перерасти в онкологические заболевания, в рак. К факторам риска развития рака относятся употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро. В 2019 году примерно 13% случаев рака, диагностированных во всем мире, были ассоциированы с канцерогенными инфекциями, такими как гепатит В и гепатит С. Вирусы гепатита В и С повышают риск развития рака печени и рака шейки матки соответственно. ВИЧ-инфекции повышают риск развития рака шейки матки в 6 раз. Причинами развития онкологических заболеваний на самом деле их очень много, этих факторов. Но есть основные триггеры, основные факторы риска, которые провоцируют и вероятность заболеть онкологическим заболеванием выше. Такие так, употребление алкоголя, курение, отсутствие физической нагрузки и неправильного образа жизни. В принципе, это основные маркеры возникновения онкологических заболеваний. Выявление рака на ранних стадиях повышает вероятность хорошего ответа на лечение, увеличивает шансы пациента на выживание и уменьшает тяжесть заболевания, а также позволяет использовать менее дорогостоящие методы лечения. Ранее выявление онкологии и скорейшее начало лечения позволяет значительным образом улучшить жизнь онкологических больных. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс. 14 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета прошла церемония открытия 11-го Всероссийского съезда иностранных студентов России. Коллеги обсудили итоги работы, выделили актуальные проблемы иностранных студентов и наметили цели на будущее. Обо всем далее в сюжете Николая Суховского. Одной из целей Казанского федерального университета является привлечение иностранных студентов и налаживание связей с вузами других стран. 14 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета прошел 11-й Всероссийский съезд иностранных студентов России. Его проведение стало возможным благодаря совместным усилиям Ассоциации иностранных студентов и Российского университета дружбы народов, а также поддержке, оказанной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В ходе мероприятия коллеги обсудили проблемы иностранных студентов, а именно наличие общежитий, проявление ксенофобии и дискриминации, слабое знание русского языка и сложную адаптацию в российском обществе. Такие впечатляющие цифры, конечно, радуют. Однако все мы понимаем, что за этими цифрами стоит большая организационная работа. Могу сказать, что за эти годы у нас сорвновалась целостная система адаптации иностранных студентов, способствующая формированию благоприятной среды для иностранных обучающихся. Действует многофункциональный центр для них с большим набором сервисов, в том числе и цифровых. Сеть координаторов в институтах и на факультетах отвечает за весь спектр вопросов обучения иностранных граждан. В Казанском Федеральном Университете иностранным студентам уделяют должное внимание. Уже 50 лет в стенах вуза существует Клуб Интернациональной Дружбы. Он создавался с целью объединения учащихся из разных стран в единое сообщество. И цель была достигнута. Казанский Федеральный Университет стал вторым вузом по количеству иностранных студентов. Более 11 тысяч иностранных студентов из 101 страны мира. А по всей Республике Татарстан их число равно 21 тысячи. В ходе мероприятия было отмечено, что Казанский Федеральный Университет смог выстроить уникальную систему поддержки своих студентов. Московская торгово-промышленная палата входит в российскую и в мировую систему торгово-промышленных палат. И мы считаем, что торгово-промышленная палата – это площадка, которая находится между всеми видами образования и предпринимательским сообществом. Поэтому мы здесь, и я вас приветствую от имени Московской торгово-промышленной палаты. Спасибо. Съезд продлится до 16 сентября. В течение нескольких дней делегаты обсудят ряд важных вопросов, в числе которых строительство новых общежитий, проведение форумов, а также организация культурных и спортивных мероприятий. Запланирована большая организационная работа, требующая эффективного и слаженного сотрудничества. Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универньюс. Несмотря на теплую погоду, миграция птиц происходит по графику. Поэтому мы провожаем последних птиц на юг и рассказываем в сюжете, какие именно птицы улетают и как живут наши пернатые собратья. Конец августа и начало сентября, как правило, время миграции перелетных птиц в теплые края. По мнению многих людей, пернаты отправляются южнее, потому что у нас им холодно. Как оказалось, это мнение ошибочно. У многих птиц под перьями расположена плотная подушка из пуха, которая служит отличным обогревателем при минусовых температурах. Главная причина того, что они перелетают в иные места – дефицит пищи. По Волжье, в частности, Республика Татарстан имеет достаточные природные ресурсы для того, чтобы прокормить птиц и их потомство летом. К зиме продовольствие заканчивается, и пернатые путешественники улетают на юг. Если мы с вами некую статистику посмотрим, то из 300 с лишним видов птиц, которые обитают на территории Татарстана, более 30 видов, к сожалению, это небольшая цифра, но в то же время и немалые. То есть это более 30 видов птиц остаются у нас зимовать в пределах Республики Татарстан, в черте города Казани даже и так далее. По Волжье летом птицы могут позволить себе жить везде. Например, стрижи предпочитают жить на деревянных балконах квартир, где нет усепления. Есть примета, что стриж, поселившийся на балконе, является верным признаком уюта и спокойствия. Что касается окружающей среды, то она стремительно меняется, и пребывание перелетных птиц в наших краях сократилось. Уменьшение количества скворечников, рубка деревьев и даже закрытые мусорные баки – причины того, что к нам в гости стало меньше прилетать наших пернатых братьев. Несомненно, те события, которые происходят в городе Казани, они так или иначе отражаются на состоянии популяции городских птиц. Птицам гнездиться негде. Один пример. Ваши родители наверняка подтвердят, что скворцы были обычными для наших населенных пунктов птицей. Мы к этому привыкли. Вот сейчас я за сезон, будучи профессиональным орнитологом, хожу целый сезон в городе Казани, и если я увижу пару скворцов, это большая дача. Изменения в климате приносят не только негативные, но и положительные результаты. Чайки перемещаются с юга на Волгу, ведь увеличилась возможность прокормить себя из-за близкого нахождения людей и пищевой промышленности у воды. Ответственное поведение людей и понимание важности обитания перелетных птиц в регионах позволяет сдерживать спад популяции летних гостей. При этом сделать вклад в это может каждый, соорудив и повесив обычный скворечник на дерево или бортик балкона. Валерия Карташова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универньюс. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»